Привет, друзья! Привет! Я вам обещал очень интересную вещь сказать, например, почему Толстой Бедный ходил, и почему, собственно говоря, Христа распяли, и почему, собственно говоря, первые ученики Христа смысл знали, истины, но потом постепенно происходит испарение смысла в традицию, в форму, и поэтому Толстой говорил тогда, я не понимал, как же так, а ты верь, не понимаешь, а верь. Вот это непонятно в логике его. Вот в прошлый раз я говорил как-то об этом, я вам раскрою эту тайну. Я вам раскрою тайну, почему при условии, что все религии в глубоком своем сущностном ядре несут любовь к людям и передают, что в победе при выборе первичности духа над материей, над телом, что первичен дух, если они все это передают для того, чтобы был мир на земле, почему же все-таки они все время между собой ссорятся, ругаются, даже представить все невозможно, сколько за эти столетия, тысячелетия даже поубивали друг друга эти фанатики, ну фанатики они везде его могут убивать, не только в религиях. Но суть дела в том, что мозг человека так устроен, вот эта вот наша наука человечности, которую мы вместе все созидаем, она на что настроена? Чтобы сегодня был единый общий язык, который был доступен и понятен, и независимо от того, верующий ты или атеист, или вообще ты к этому не имеешь отношения. Ну это как спортивный пиджак, но хочешь на си, хочешь не на си. Единый для всех общий язык, доступный логическому пониманию. Потому что, к сожалению, и наука, и религия, они устроены таким образом для мозга человека, не достигшего определенного понимания жизни, альтернативно устроены. Например, в науке, в чем беда? Недоказанные истины автоматически отвергаются. Ну, а как же так может быть? Ведь много истин не доказано еще, значит, получается, что этих законов или закономерностей не существует. Отсюда и возникают всякие вот эти пробелы, заполняются мистиками, магиями, там, всякой эзотерикой. Да, недоказанные научные истины автоматически отвергаются. Ну это же глупо. Ну а что делать? А иначе критерии науки так должны быть. И поэтому идет вот такой постепенно процесс эволюционирования. Мы же не должны путать лично себя, конкретного, любимого, с человечеством. У человечества свое время развития. У него тысячелетия там, а нам это бесконечное время. А для людей это... Ну, вы представляете, не путайте человека и человечность. Это немножко разные измерения. И поэтому я вам сейчас объясню, когда Моисей говорил око за око, зуб за зуб. Да, и когда Христос говорил о дубе ближнего, что это одно и то же. Просто Моисей говорил на языке страха, а Иисус говорил уже поближе к нам по времени, на языке совести и понимания. Он же говорил там, я мир принес вам новый через разумение. Ну, на разных эпохах получаются разные языки. А Будда говорил на своем языке. Он говорил, что все есть страдания, рождение и страдания, жизнь и страдания, смерть и страдания. И нашел нирвану. Но он тоже пытался объяснить людям, что как раз таки именно в этом состоянии, где нет страстей, зависимости и полная свобода. Ну, и Христос это объяснял, и Моисей это объяснял. Но разное время разными языками. В зависимости от того, какой язык был ближе к человеку, доступнее. Ну, когда Моисей сказал. Ну, с горы Синай, когда спустился, Бог ему явил и сказал, как надо. А он пришел и пытался там говорить что-то своим сородичам. А они вместо этого, они же все золото собрали и мамония молились вместо этого. Он их палкой, как следует, побил. Ну, как он мог иначе, на каком языке с ними разговаривать. Палкой побил за то, что они первичным при выборе материального и духовного первичным выбирали материальное. Это золото, деньги, это язык внешней свободы, понимаете? Но он их побил за это, Моисей. Так то же самое Христос же говорил, люби ближнего своего, не суди, и не судим будешь. Но он кого имел в виду? Конкретно человека имел в виду Христос? Не суди, не судим будешь. Или суди, например. Ну, как там уже не судить? Ну, то есть, вот не надо вот так вот бессмысленно сразу принимать, как говорится. Надо размышлять. Но, к сожалению, церковь, она всегда догматична, она на вопросы не отвечает. Она говорит, а ты верь. То же самое Толстой. Почему его отлучили? Потому что на вопросы не отвечала, а догматика была, а ты верь и молись. А то это еще какое условие. Дело в том, что молитва, механизм ее, тысячелетиями уже доказано, что повторяемые действия снимают напряжение, независимо от содержания. Понимаете? Вот когда соединили механизм молитвы с какой-то идеологией, она всегда получается, проливается. Вот же в чем дело. Вот какие условия. А условия жизни у людей такие, что первые ученики Христа, первые ученики Моисея, первые ученики Будды, они истину несли. Потому что они с учителем рядом были, они ему на вопросы отвечали, там демагогии было меньше. Они его спрашивали, он им отвечал, и примеры проводил. И потом это переходило в притчи и сказания и тому подобное. И постепенно смысл при трансляции истины от учителя к ученикам до последнего ученика, до сегодняшнего дня, постепенно испаряется и превращается в традицию. Ну, традиция же механический перенос, там же думать не надо. Поэтому говорят, как Толстой сказал, а ты верь, и молись. Он говорит, а у меня все время было непонимание. И потом он понял. Вот он что понял? И сейчас я вам скажу, в чем проблема. Проблема-то в том, что если бы эти условия, которые говорил Моисей, око за око, зуб за зуб, приняли все, вот в чем дело, что условия игры были приняты не всеми. Если бы они были приняты всеми, то не нашлось бы ни одного, кто бы сделал это, кто бы ударил бы. Точно так же, когда Христос говорил, ударили по правой, там поставил, или наоборот, там я не помню, но это не важно. Он не призывал же ударить по ним. Он не призывал, как Толстой вот не мог понять непротивление злу, насилие. Он не призывал к этому, чтобы подставить щеку. Если бы правила игры были приняты всеми, не нашлось бы того, кто ударил. Вот в чем тайна, понимаете, тайна. И вот почему происходит разногласие между религиями. Они думают, что они, провозглашая, что они едины, и, как говорится, за мир, за счастье, за здоровье, на самом деле ссорятся, потому что вот таких вещей не понимают, потому что люди разного уровня развития. Но, к сожалению, надо эти условия принять. Надо, наконец, признать себе, что не все одинаково развиты, что не все имеют один и тот же уровень глубины и компетенции по поводу каким-то вопросом. Ну, конечно, но как могут быть все люди одинаковыми? Поэтому, по существу, те, которые достигли понимания такого мироощущения, например, доброты, первичности духовных ценностей перед материальными при выборе решений, которые достигли, они понимают это. Они понимают. А те, которые не достигли, они не понимают, они готовы молиться, они готовы креститься, они готовы и при этом тут же убивать. Понимаете, в чем парадокс? Ну, поэтому, и так я вам открываю тайну, которую обещал в прошлый раз, что это один и тот же смысл, просто разные языки, разного времени, это разные условия, да, и когда мы выбираем между духовными и материальными ценностями, почему Толстой, там говорят, бедным стал, ходил за бедность, призывал, не за бедность призывал. Он не призывал за бедность никогда. Но он не имел права, будучи графом, состоятельным, обеспеченным, подавать людям пример своими словами, это все равно, что сегодня, допустим, и Христос, поэтому, там не просто Христос, а Бога-человек, потому что он бы тоже не имел права преподавать смысл истины, если бы он обладал божественными атрибутами бессмертия, а человек не обладает ими. Поэтому он там вынужден пойти на это, там вот пишет, что Бога-человек, вот поэтому Христос, и поэтому Толстой, Толстой никогда не хотел быть бедным, но почему он ходил бедным, почему он оставил графство свое, богатство свое, чтобы иметь право сказать людям ту истину. Это все равно, что сегодня, вот допустим, протестные движения в России, и вдруг, значит, за границей живет Петров, и оттуда нам советуют быть смелее. Но какое он имеет право? Ну, поэтому этот Петров должен быть рядом с нами. И как в Воводе написано, там мужик рассказывает, я, говорит, из подвала кричал, будьте смелее, штурмуйте, а тут ему говорят, ты бы ради таких слов мог бы вылезти из подвала. Ну, вот, собственно говоря, и все. То есть по существу о том, что... О, я вам все еще раз такое интересное расскажу. короче говоря, вы можете мне не верить или верить, но я вам пытаюсь донести не просто верьте, не просто верьте, а задавайте вопросы, задавайте вопросы. А вот все-таки, вот все-таки в этом что-то есть, что око за око. То есть, вот Моисей на языке страха говорил, а вот почему-то вот там у них, там в этой... Там почему-то они взяли мамону, мамону молились почему-то, да, золото. Вот это выбор же, видите, какой. Выбирать деньги или выбирать, значит, ну да, в этом смысле. потому что без денег ты не проживешь никогда, потому что это универсальный язык внешней свободы, но за деньги любовь не купишь никогда, потому что, ну, короче говоря, вот этот постоянный выбор, и поэтому нам и нужна наука человечности, наука человечности, и мы начинаем ее со следующего раза, с раздела будем обсуждать, который называется энергоэкономика личности, потому что она отвечает на некоторые вопросы, я вам скажу, она отвечает на некоторые вопросы, что страх, боль и страдания это большие затраты энергии в саморегуляции мозга, в борьбе за целостность, гармонию духа и тела, но мы потом поговорим. Это очень важно, и если мы это будем знать, не на уровне веры, а на уровне логики, здравого смысла, и так создаем дальше науку человечности, обсуждаем, пишите вопросы, побольше вопросов, у нас, в отличие от церкви, поменьше демагогии, потому что я тоже уйду, я тоже уйду, у меня 69 лет, сейчас в марте будет уже 70, и у меня большие расходы энергии, преодоление вот этих вот болей, которые у меня после операции, шеи, там, и так далее, большие энергорасходы, я не вечный, и поэтому я хочу вам, пока я есть, дать из первых уст науку человечности, вот этот импульс, чтобы вы вместе со мной создавали, что когда меня не будет извинить, я говорю такие слова, может быть, не очень приятные, но я говорю о фактах, чтобы вы все-таки смысл этот не испарился, потому что очень много людей, которые даже не знают, о чем речь, да как же так, он что сам, толстой что ли, или ты Христос что ли, но еще не зная, о чем речь, мы же живем в таком, мире, друзья, а вот же в чем дело, да, давай, а мы все Христы, вот когда к Будде пришел, кино, не к Будде, а к Далай-Ламе пришел журналист и говорит, мы хотим фильм сделать «Маленький Будда», а можно сделать такой фильм с таким названием «Маленький Будда», он сказал, конечно, потому что каждый из нас «Маленький Будда», да, давайте, друзья, до встречи. До встречи.